Торжественный старт большой патриотической эстафеты был дан сегодня в городе Надбугом и одновременно в городе Мурманске, что особенно символично. Мероприятие началось у скульптурной композиции, героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим. Проведение подобных исторических акций – давно сложившаяся традиция, начало которой было положено в далекие 20-е годы 20-го века. Сегодня этот ритуал является хорошей возможностью отдать дань памяти павшим за и героический подвиг во имя мирного неба над головой. Их шанс еще раз напомнить живым, какой ценой досталась советскому народу победа в Великой Отечественной войне. Мы, благодарные потомки, отдаем дань памяти подвигу наших предков, выстоявших в кровопролитных сражениях и разгромивших гитлеровских захватчиков, отстоявших честь, свободу и независимость нашей отчизны. В торжественной церемонии открытия марафона приняли участие руководство области и города, участники эстафеты победы, руководители и представители пограничных ведомств СНГ. Для многих из них визит на героическую Брестскую землю – не только дань памяти своим соотечественникам, погибшим в крепости в первые дни войны. Это возможность напомнить о том, что священная война объединила в своих рядах людей разных профессий, разных конфессий, разных национальностей. Поэтому сегодня, в это непростое время, очень важно сохранить духовное единство. Эстафета еще раз демонстрирует единство наших народов, у нас общее прошлое, у нас общее будущее. И то, что сегодня происходит, к сожалению, на постсоветском пространстве, говорит еще раз о том, что нам нужно объединять наши ряды, нам необходимо укреплять наше единство. И только вместе мы сможем обеспечить безопасность на внешних границах нашего содружества, обеспечить мир и покой в наших семьях, чтобы мы могли трудиться и работать, и не беспокоиться о нашем подрастающем поколении. Символ этой эстафеты – сколыхнуть память у народа и сохранить, передать эстафету памяти нашему нынешнему молодому поколению. Не зря она идет вдоль внешних государственных границ. Киргизия, по территории Киргизии проходит внешняя граница с Китайской Народной Республикой. Проведение эстафеты предусмотрено решением Совета командующих пограничными войсками государства СНГ. Акция масштабная, именно поэтому она не будет ограничиваться лишь переездами по пограничным подразделениям. Исторический марафон включает целый перечень идеологических и военно-патриотических мероприятий, в которых активное участие примут военнослужащие и молодежь. Ведь именно они – смена ветеранов Великой Отечественной, которых с каждым годом становится все меньше и меньше. Мир меняется. И показать им, прежде всего, будущим поколениям наших стран, что были те моменты в истории, которые забывать нельзя. Иначе она будет повторяться. Вот это самое страшное. Чтобы не повторилось. Чтобы они знали, чем может обернуться забвение, чем может обернуться потеря памяти о великих делах своих предков. Со 2 по 4 февраля эстафета пройдет по подразделениям Брестской краснознаменной пограничной группы имени Феликса Дзержинского. Каждый день марафон отмечается в специальном журнале, где под каждой пометкой будут указаны посещения ведомства. Члены эстафетной группы, в которую вошли офицеры и ветераны пограничной службы, члены БРСМ, посещая подразделения, рассказывают военнослужащим об акции. А также возлагают святы к памятникам и постаментам. Тем самым еще раз напоминая о годах военных лет и памяти, которая живет в сердцах белорусов. В ходе эстафеты запланировано и состоится наверняка много полезных, хороших, интересных, а самое главное, мероприятий, воспитывающих чувство патриотизма. Мы хотим напомнить всем, кто встречается нам на пути, всем, с кем доведется повстречаться в ходе этой эстафеты, что Великая Победа, Победа в Великой Отечественной войне – это наше общее достояние. По территории Белоруссии исторический марафон пропутешествует чуть больше двух недель. Передача эстафеты представителям пограничной службы ФСБ России будет проведена 18 февраля у Кургана Дружба на стыке границ Белоруссии, России и Латвии. Завершится акция 28 мая в Москве на Поклонной горе.